Всем привет, с вами Суперстарс, и сегодня мы сравним роллы Обломова и Басты. У кого же вкуснее? И поможет мне в выборе сатир. Хватит болтать, погнали жрать. Сегодня сравниваем Обломов с Анцарой. Зачем мне столько дерева? В сухой панировке она все с себя забрала. Да. А мне нравится. А вот эти вкусы я люблю. Да, ты абсолютно прав. Сложно. Ну вот без этой шляпы отличные роллы были бы. Виски. Да я реально делал рыбу со сгущенкой сейчас? Да. Гиперзвуковой. Все, я зарядил тебя нахуй. Мотивацию надо поднять. В общем, как ты после пиццки такого большого количества еды жив-здоров, доехал, долетел? Все нормально? Привет, брат. Я вот с того раза, как мы пиццу твои поели, я ничего не ел с того раза. Ни разу. Во-первых, хотелось бы, в первую очередь, принести глубочайшие извинения, ну, после того ролика, всем любителям пиццы с ананасами, чтобы мы так легко по вам проехались. Идите на... Вообще, круто объяснил Лоренцо, говорит. Груша горгонзола, потому что груша у нас растет, а ананасы не наши. Эээ, фрукты. Гениально. Фисташка. То есть они используют все для пиццы, то, что у них растет. Вот почему груша горгонзола... Спасибо, блядь, ананасы не растут. В общем, сегодня сравниваем обломов с ансара. То есть получается бустера. Ты повел жрать самые дорогие роллы в мире. А ты думаешь, что вот это вот, которое привези сюда, это тебе шо ли, блядь, дешевая хуйня? Я открыт к новому, я тебе скажу честно, я ни разу не пробовал ни роллы обломова, ни роллы басты. Вот, и сегодня я хочу сравнить, потому что я тоже ни гориллу, ни 8, 9, 5, 6 не сравнил. Давай сегодня попробуем 6 видов роллов. Ты должен сегодня просто уйти в оху**ном настроении, в сытом животе и вот еще возвращаться ко мне сюда есть. Брат, ты знаешь, с удовольствием возвращаться к тебе я буду и есть, и пить, и спать. Так, давай посмотрим, что нам дает в наборе, потому что мы все-таки обозреваем обломова. И нам надо до чего-то до*****ться, салфеточки, хуеточки, наборчики, давай посмотрим. Сущец. Давай раскидывай, чё я не броню кола. Виски. Чёрный такой, уже застоявшийся. Я-то 30, у меня такой висит, это железо, давай. Это ты вот приносишь такие анализы к доктору, говоришь, доктор, точно я нормально питаюсь? А он говорит. Чё, ебанутая, что ли? Ты чё, подожди, вот это... Ты будешь, блядь, разбирать или нет? А, я думал, мы сначала это разбираем. Нет. Мы же должны посадиться ровнее. О, ебан. Подарок от Басты. Подарок от Басты, он же завязал. Какие роллы без сгущёнки, нахуй? Это... Это изобретение тех же людей, что пиццы с ананасами. Это чайный гриб. Давай оценочное мнение, вот оцениваем взглядом. У меня всегда было ощущение, вот когда ты заказываешь роллы, тебе кладут с излишком. Имбирь вот этот. Мне кажется, что это похоже на влажные салфетки, вымоченные в моче. Чё ты не чёешь пиздец? Но это нужно, чтобы очистить вкусовые сосочки. Но зачем так много? На каждую порцию роллов это так. Ты же, когда закажешь, тебе обязательно вынесут одну порцию этого, одну порцию этого. Зачем мне столько дерева? Вот с палочками перебор. Перебор. А это что такое по сути? Нужно уточнить количество персон. Именно. По факту это загрязнение экологии. Сколько мы могли из этих палочек увидеть шикарных деревцев на улице? Пошёл я нахуй. Хуй не сморозил. Набор Басты. Набор Басты? Такая же ебобова. По количеству ты имеешь в виду васаби и имбиря. То есть на порцию. На порцию. Три палочки. Три палочки и одна твоя кишечная. Если говорить по набору, конечно, и салфетки, и влажные, и всё смотрится много обломово. Да и соевый соус уже рассортирован. То есть тебе не надо разливать, ты вот заказал и сразу ешь. Мне кажется, что и здесь, и здесь отличный набор 1-1. Мне кажется, что с палками немножко переборщили, но плохо ли это с другой стороны? Пошло детям оставить в завещании. Давай посмотрим роллы. Теперь мы будем оценить внешний вид роллов. Но когда мы говорим про перебор у обломова, ладно, хорошо соевый соус и васаби, имбирь, даже палочки. Но за хрена вот это. Вот всё-таки с упаковочкой у обломова есть какой-то перебор. Какой-то паранойя, не знаю. Гип чувствуется в этом. Гиперполизация материалов. Гиперопека роллов. Возможно, у повара, у этого, у которого закладчика, ты, по-моему, перепутал. Толстые пальчики. И большой срок. И он только может закрывать двумя крышечками. Не может. Может быть такое. Вот так вот берёт, а оно приклеилось. Но на вид красивше для меня. Это баста. Соглашусь. Я отдаю одно очко Басти. Собрались. Я соглашусь с тобой. Я тоже отдаю одно очко Басти. А как мы будем распределять очки? То есть за комплектацию ты так же отдаёшь один-один? За комплектацию я тоже Басти, потому что там без вот этого... Перебор всё-таки отчего, да? Очко там. Я отдаю обломову Басти, Сатира даёт одно очко Басти, за вид два очка Басти. Всё верно. Баттл васаби. Угу. Надо протестить жгучесть, кайф от васаби. Давай. Вот столько, да? Угу. О-хо! Придуги не вставляют. А мне вставляют. Давай я ещё попробую, может, ты больше взял. Я, например, хватану. Побольше надо, потому что ебан... Ну, хороший такой, да? Хороший, ядрёный. Я прям много взял. О, смотри как. Вот это... Стильненько. Это прикольно. Это интересно, креативно. Печать, печать. С печатью. И ты опять взял побольше. Я с этого не вставил. Что-то мне вставил. Ебал. Ну, по-моему, Басти ядрёнее. А мне показалось, что и там, и там. Но просто классно били. Ну, ладно, скажу тоже так же. Скажи мне, а мы будем так же пробовать соевый соус? Глоточек. И давай начнём с малютки Обломова. Достаточно хороший. Неплохо. Не сухой рис. Достаточно много лосося. Малютки прям хороший оперативчик. И респект самой нори, потому что они бывают такими иногда... Жёсткими. Ага. И тянутся, да? Угу. Какой-то плохо жуются. А вот здесь хорошо прям. Почувствуй разницу. Солёнее. И жёстче. Да, ты абсолютно прав. Балл уходит за малютку Обломова. Мне больше нравится, когда посолёнее. Хорошо, мой выбор за Обломова. Но рис действительно вкуснее, поэтому я присоединюсь к тебе. Два балла Обломова. Идём. Огуречные малютки. А ты любишь вообще огуречные роллы? Нет. Делай. Давай. А когда не делали? Я просто не люблю эти роллы. Этот вид ролла. Ну он настолько... Ну никакой пресный. Огурец, блядь, рис. Огуречные малютки Басты. Как говорится... Что это хуйня? Что это хуйня? Разницы нет. Угу. Никому балла не поставим. Как огуречный ролл. Кому он нахуй нужен? Вообще я не понимаю. Давай Калифорнию. Отбомбим Калифорнию и пойдём. Потому что я не любитель Калифорнии. Та же история, брат. Да. Это да. Это да. Моё да. Много вкусного сливочного сыра. Он здесь всё делает просто. Это просто вкусный сливочный сыр в большом количестве. Вот было подобное. Что Гузеева ведёт? Я кушал. Давай поженимся. Да. Там кормят людей. Я не смотрел ни разу. Нет, ты не сказал, давай поженимся, я тебе сказал, да. А, всё. Погнали. Не в этой стране, брат. Всегда хотел тебе предложить. Баста. Баста. Баста здесь. Тоже с крабом, да, по идее? Да. Это больше Калифорния. Тут не читерили. Вот теперь этот выбор будет сложным. Это больше Калифорния, но вкуснее-то это. Ну, мы взяли Калифорнию и оценили Калифорнию. Мне кажется, это очень вкусно. Обалденно. Это просто. Это вкусно. Я даже хочу ещё. Я просто не любитель Калифорнии, как и ты, как я понял. Ну, это я бы ел, брат. Она неплохая для Калифорнии, хорошая. Но просто, чтобы меня спросить, что вкуснее, вот это или вот это, я скажу, что вот это. Но это не совсем Калифорния. Всё, я не знаю, что делать. Заплатите мне деньги. Я отдаю, чтобы не читерили, сделали вкусный, как он есть, и отдаю Басте в балл. А я всё-таки буду прислушиваться к своему сердцу. Я отдам свой балл обломану, потому что очень мне было вкусно. Без проблем. Это твоё право. Мы здесь для того, чтобы оценивать и давать свои вкусовые предпочтения. Так, ну что, продолжаем дальше. У нас темпура креветка у Басты и запечённые с креветкой у облома. Давай пробуем. Давай начнём с Басты. Не захотелось бы тебе пить. Жестильно солёно? Слишком сухое. Сухое, да. Но. Вкусное. Что-то в этом есть. Он прям мясной такой, знаешь, он мясистый. Точно. Мясистый. У тебя привозили, когда виноград, о нет, мясную черешню прям. Когда она прям вот мясную черешню. Ну, когда ты ешь, говяжью черешню. Вот как бы сделать его не таким сухим? У тебя есть идея? Что бы туда было добавить? Туда бы не добавляли темпуру. Вот что всё. Он забирает, конечно, потому что она сухая креветка, с сухой панировки, и она всё с себя забрала. То есть, возможно, они там пытались творожным сыром, если ты посмотришь. Его немного. Это не помогло, да. Пожадничали. Пожадникам или это, но ничего не помогло. То есть, это не уравнивает, как говорится, шансы для того, чтобы он был не таким сухим. Но в него вкус есть хороший. Чуть сладковато, как будто. Есть такое, но тебе может показаться. Но это такой кляр. То есть, оно в панировке тоже. Но весь ролл. Как говорится, вставь себе кляр в рот и молчи. Сложно. Сложно, мне вот это больше нравится. А я сегодня отдам обломову. Там больше насыщенных вкусов и не такой соус. А не найдем. Блин, ну пока мы идём хорошо. Это Филадельфия. Филадельфия в карамиде. Какие-то... А мне нравится. Вообще не моё. Вот это вот неоправданное сочетание вкусов какое-то. Так будто не бьётся. Нет, они хорошо сочетали. Ну типа для меня, любителя сладкоежки, и лосось очень хорошо с этим соусом сладким сочетается. Мне нравится. Вот здесь я скажу, я скажу да пока. Вот опять тут я вижу большой кусман такой лосося. Ай-яй-яй. А ты мало мне дал карамели. Давай тогда вот так вот смотри, смотри. Ну вот без этой шляпы отличные роллы были бы. Отлично опали на Филадельфии. Но хочу сказать, что в концепции куда с карамелью вкуснее у Басты. Блин, я реально сделал рыбу со сгущёнкой сейчас? Да. Я так сильно угорал, но тут кто-то пицца у нас в миске. Ты ещё... Можешь себе облезать. Нет, ты ещё рыбу со сгущёнкой поешь, и я тебе это сделал. Ты что за человек вообще? Это карамель. Это отвратительно. Если считать сочетание и реализацию, реализовано плохо, как доехало. Но по вкусу мне больше нравится, потому что здесь это обычная Филадельфия. Ты сам наносишь количество карамели, а ты можешь и много, и мало. Можешь не почувствовать какого-то сочетания. Я отдаю балл Басте. Я скажу так. Вот без вот этого вообще аппетита. Ну смотри, называется он опаленный в Филадельфии с карамелью. Не можно найти без этой хуйни. Тогда пусть идёт нахуй она. Хорошо, брасей. Хорошенечко, подальше. Смотри, если нужно выбрать между шляпой номер один и шляпой номер два, то я тоже отдам Басте, потому что для меня плохо и то, и то, но это более плохо, чем то плохо. Мы выбрали лучше и скучало. Да. Ну что, сейчас самая главная битва перед фирменами. Филадельфия. С кого начнём? Давай с Обломова. Давай Обломова. Обломов выигрывает по размеру у Басты, как бы это ни звучало. Хорошая Филадельфия, вот и всё. Ну а что, конечно, он сам по себе здоровый, но обычно, по-моему, в Филадельфии огурчик не занимает половину всей серединки. Оно мне не мешает. Не мешает. А даже немножко подхрустывает, мне нравится. А в моём случае, как говорится, плохому дегустатору и огурец мешает. Хорошо. Вопрос к Басте. А это авокадо вообще, по-моему, да? Авокадо и огурец. И то, и другое. Да. Не переболожили? Сейчас узнаем. Я знаю, кому отдам очко. Мне. Да. После съёмок. А бал отдаю Обломову. Да? Я тоже. Лучше рыба, лучшее сочетание творожный сыр и огурец. А тут авокадо, огурец, немножко творожного сыра и не яркий лосось. Здесь очень маленький кусочек, если посмотреть и сравнить. Два таких, как говорится, представителя вида Филадельфии, то достаточно можно увидеть, что... То у Обломова больше, чем у Басты. Это точно. А вообще? А вообще, мне интересно, кто у нас ведёт по счёту сейчас. В пользу Басты. Еба, вот сейчас решится. Прикольно. У тебя вообще часто бывает такая, чтобы на ровно ушло, да? Только так идёт. Это же постанова мы снимаем. Мы же договорились уже. И это то, что я сейчас произношу, это тоже текст профессионал. Уже мной сценарий. И вообще, ты в коме уже четвёртый год, этого не существует. Это я этот, как его... Ну, в общем, запутался, потому что я робот. Давай, спасибо. Неси сюда, ебать! А вот эти вкусы я люблю, как американские горки. И в конце вот что-то мне не нравится. Мне слишком жирно. Очень маслянистый он такой. Но он прям нежный, то есть это гребешок. А теперь у нас этот, как его, октобус. Я за фирменные Басты не отдам ни копейки и ни баллов. Боже, странно. Я хочу сейчас вам объяснить. Ну, во-первых, я понял, сверху клубника. Что это за... Это имбирь, да? Имбирь. Там имбиря прям навалили. А где он? Я его не вижу. Вот этот тут оранжевый соус, он перебивает весь вкус вообще к чертям. Значит, каким-то соусом сладковатый... Сладковато-островатый. И играется, да, вот это играется, и ты забываешь про ролл. Тебе ролл проходит мимо тебя. И ты такой, а ты куда? А он такой, я по делам. Блин, ну мне и это не понравилось. Я отдаю балл обломов. Короче, ладно, мне и это не зашло, потому что... Ты можешь никому балл не давать. Да, вот, отлично, спасибо, что разрешил. Пожалуйста. Это минус балл, минус вайп, никому не ставлю, мне не понравилось. Фирменный. Умру сейчас. Ну подожди, у нас теперь ничья. Ну вот честно, не знаю, это не то, чтобы я хочу на что-то повлиять. Но из всего, что я попробовал, вот сейчас мне еще хочется допом съесть вот эту штуку. Вот она мне прям запала. Я тоже думал, какой бы я сейчас бы съел бы. И знаешь, какой бы я съел бы? Угу. Да ёппашу. Ребят, напишите, за кого вы отдадите свой балл. За басту или облогу? Пишите, посмотрим, кого больше. Да уж, а я еще поймем. А у нас ничья. Это хороший ролл. Часто такое бывает у тебя? Бывало. Иногда на один балл прям выливалось. Ты самый вкусный для себя выбрал, да? Это вот это. Да, вот из всех, я думаю, что меня удивило, что мне типа показалось интересным и необычным. Вот это. Я могу сказать, что Калифорния, лайк. Лайк. Хорошая Филадельфия. Угу. Для меня вот этот хороший и малютки удивили. За какую сумму ты готов заказывать каждый день огуречные роллы в течение пяти лет? Чтобы мне заплатили, да? Да, за какую сумму? Ну я думаю... Миллион долларов. Ну я думаю, мы сойдемся на десяти тысячах тенге. Я готова тебе оплатить. Просто, чтобы издеваться над мной. Ты пять лет ел каждый день огуречные роллы. Давай, знаешь, чем мне кажется, мы будем зафиналим? Ну, какого-то экшена хочется в конце, правильно? Давай, все. За пять лет. Хочется экшена немного? Мало ли. Нахуя я это сделал, долбаю. Ебанько. Смотри, а хочешь я добавлю? Есть такой коктейль, смотри. Не надо! Блядь. Помогло? Ну типа обратно пошло делать. Оно звенит. И ты... Не помогает. Мне кажется, получился очень интересный и познавательный ролик для ребят, кто хотел бы попробовать чьи-то роллы, но сомневался. Вы узнали, какие лучшие роллы, которые лучше не брать. Сегодня у нас ничья. Подписчики выясняют. Подписывайтесь на Сатиро, потому что там он скоро спародирует огуречный ролл. Все так, под каждым словом подписываюсь. Это в конце концов мой отец. 24 часа как хуй лад. Кто скажет, то и сделаю. А нет, давай такую еще, смотри, штуку. Давайте так, наши любимые и уважаемые... Горячо. Горячо, уважаемые любители пиццы с ананасами. Если вы поставите под этим роликом 100 тысяч лайков, то мы запишем ролик, где мы 24 часа жрем только пиццу с ананасами. Прям шорт с ними. Все, что скажешь, шорт, рилс, онлифанс, все будет. Вот вы ставьте, и дальше мы реально... Такой контент вы не купите ни за какие деньги. 100 тысяч лайков, и Сатир будет мучиться 24 часа. А мы погнали. Ну, куда-нибудь погнали. Так погнали. Пока. Подписывайтесь.